Интересный лайфхак. Изображает, что ты любишь читать, но на самом деле это только ежедневник. Но вот по-настоящему читать любит наша Ксения Главицкая. Сейчас расскажет вам об очередной книжной интересности. Всем привет, я Главицкая, и сегодня мы поговорим о книге «Голос монстра» авторства Патрика Несса. Книга для лиц старше 12 лет. 13-летний Конор вынужден принять известие о скорой смерти своей матери. Смириться с этим ему помогает монстр – старинное тисовое дерево, которое приходит к нему, когда Конору особенно плохо. Голос монстра совсем не идет по пути меньшего сопротивления, как это обычно делают книжки «Янг Эдалт». Обращается она к более потаенным проблемам, о которых не трубят на каждом перекрестке. В мире этого крошечного романа все достаточно мрачно, и дело не просто в страшном монстре. Здесь есть развод, отчуждение, трудности в школе и страшная болезнь. У главного героя с жизнью не все в порядке, поэтому он, того и гляди, взорвется, как паровой котел от напряжения. Обсудить это не с кем, тем более все окружающие относятся к главному герою так, как не нравится ершистому подростку. Все то и дело, что жалеют его и относятся к нему как-то по-особенному. Герою не нужно это постоянное напоминание и снисходительное отношение. Ему нужно только одно – чтобы его просто поняли и приняли. Во всей этой ситуации концепция появления монстра весьма любопытна. Мы так до конца книги и не узнаем, что он на самом деле такое. Действительно ли это монстр? Или это метафора? Или это подсознание главного героя? Так воспалено и занимается аутотерапией. Боль, страх, гнев, принятие неизбежного – главный герой вместе с монстром проходят все стадии горя. Это история о потерях, о бегстве от реальности, а также о монстре, который живет в каждом из нас и который помогает нам справиться со всеми трудностями. С вами была Главицкая. До новых книг!